Живой уголок природы в районе дома номер 4 по улице Ненецкой под угрозой исчезновения. На месте полисадника, в котором растут молодые яблони, ели и редкие для нашего региона виды декоративных цветов, в скором времени появится тротуар. Разобраться в этой ситуации решила наша съемочная группа. Все подробности в материале Натальи Кисляковой. Ирина Алтухова уже 16 лет высаживает цветы и облагораживает участок перед домом номер 4 по улице Ненецкой. На этом ранее неблагоустроенном участке, благодаря ее каждодневному труду, появились тюльпаны, нарциссы, подснежники, ландыши и даже яблони. Рассаду Ирина покупает за собственные средства, самостоятельно ухаживает за растениями и даже установила забор. Кстати, заплатив за это ни много ни мало 40 тысяч рублей. Результат ее трудов вызывает восхищение у прохожих. Впрочем, в скором времени все это может оказаться под бетонными плитами. Своего личного вклада для красоты, для души не только своей, но и окружающей. И взять сейчас положить бетонную плиту, когда я просила, говорю, давайте до сентября перенесем. Я в сентябре перенесу это все, когда луковица уже созревшая будет. Ну, возле виска почесали. Еще в 2013 году по предписанию суда на участке дороги перед домом номер 4 должны были выложить асфальтную плитку. Впрочем, работы по укладке начались не сразу. Лишь в 2019 году, спустя пять лет, нашли средства на установку бетонных плит. Сегодня приходили представители фирмы, которые будут это делать. Естественно, мы разговаривали на очень повышенных тонах. И до хорошего мы ничего не договорились. Люди оказались полностью бездушными. Но потом приехали представители с администрации, Черноусов Александр Владимирович. И сказал, что именно вот эту загородочку, где за забором, оставят живой. Так как здесь многолетние цветы, и, конечно, их захоронить очень жалко. В свою очередь депутат Анна Мулатова пообещала подключиться к данной проблеме. И постараться договориться с компанией, выполняющей предписание суда. Доронин выиграл аукцион. С ними будет разговор о том, чтобы сделали всё аккуратненько, не затронув уникальный уголок нашего города. Добавлю, что эту ситуацию сейчас активно обсуждает и в социальных сетях. Неравнодушные жители города предлагают свои варианты решения проблемы. И недоумевает, почему труд отдельного человека, занимающегося озеленением и благоустройством улицы на добровольных началах, по сути, ничего не значит. И тротуар из бетонных плит, без которого вполне можно обойтись на этой стороне дороги, важнее живого уголка природы.